коллеги всем доброе утро подскажите пожалуйста меня видно слышно жду ваших плюсиков в чат так вижу появились первые плюсы спасибо 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 всем кто присоединяется к нам сегодня а также тем кто будет позднее смотреть записи меня зовут маргарита полякова я являюсь коммерческим представителем amonair и сегодня мы с вами поговорим о освежим знания об авиакомпании amonair поговорим о наших направлениях и конечно же об амане ваши вопросы которые возникнут по ходу презентации вы можете зафиксировать в чате и я обязательно них отвечу в конце презентации ну что давайте начинать я думаю те кто смогут присоединяться к нам по ходу презентации и так начну рассказывать об авиакомпании авиакомпания amonair это национальный авиаперевозчик султаната аман авиакомпания образовалась девяносто третьем году а это значит что в следующем году мы уже будем праздновать 30-летний юбилей и за эти 30 лет авиакомпания проделала действительно большой путь от регионального перевозчика который осуществлял перелеты внутри страны до авиакомпании которая осуществляет международные перелеты и которая действительно смогла встать в один ряд с авиаперевозчиками все вы их знаете ближневосточными первый рейс был совершен в москву 30 октября 18 года напоминаю если кто забыл и потом был у нас к сожалению перерыв такой вынужденный в связи с пандемией и сейчас мы возвращаемся в москву чему мы очень рады и завтра состоится первый рейс в москву на рейтинговое агентство skytracks вы все его знаете в свое время присвоила авиакомпания manair 4 звезды а также хотела отметить важный факт что мы не входили до этого ни в какие глобальные альянсы но летом этого года было объявлено что благодаря нашему стратегическому партнеру авиакомпании которая весь уже в двадцать четвертом году планируется вступление в глобальный альянс one world авиакомпания manair конечно же получает многочисленные награды и призы например world travel awards это очень престижная премия в двадцать втором году в номинации ведущей авиакомпании мира мы получили премию за лучший бизнес класс за лучший лаунж бизнес классе а также customer experience это именно высокая оценка пассажиров а также мы очень гордимся что рейтинговое агентство apix это оценку эту оценку дают авиакомпаниям не профессионалы авиационной индустрии а именно пассажиры и уже третий год подряд от apix мы получаем награду как пятизвездочная авиакомпания в нашей маршрутной сети более 40 направлений собственных с кодшер партнерами это уже маршрутная сеть более 80 направлений базовым нашим аэропортом является естественно маскат по аману также мы осуществляем внутренние перевозки здесь нас в первую очередь интересует конечно же курорт салала также мы через маскат можем доставить вас до других стран ближнего востока это конечно же дубай доха бахрейн у нас удобные стыковки в юго-восточную азию это всеми любимые направления банкок пхукет куала лумпур манила также острова шри-ланка занзибар исторически связанный с аманом и у нас хорошая разлетка по индии это всеми любимые направления самые популярные мумбай бенгалор качин также другие наш флот состоит из 50 самолетов это airbus a330 модификация 200 и 300 это boeing 737 800 и 900 если вы помните ранее в москву до пандемии мы летали как раз таки на 737 800 это узкофюзеляжный порт также нас есть дремлайнеры дремлайнер сейчас летает у нас на направлениях например банкок и манила и также boeing 737 макс который вернулся в строй и также у нас сейчас задействован на многих направлениях ну а нас с вами конечно же больше всего интересует актуальное расписание зимнее в москву и здесь сразу первая новость которую мы хотели бы сообщить то что мы поменяли борт и теперь будем летать на широкофюзеляжным airbus a330 300 и вторая новость то что мы перешли из аэропорта томодедово в аэропорт шереметьево и будем теперь выполнять рейсы из терминала c итак со 2 декабря уже буквально завтра у нас три рейса в неделю будет осуществляться по средам пятницам и воскресеньям вылет из шереметьево в 22 45 ночной рейс и прилет москат 55 утра по местному времени ночной рейс при котором не теряется день прилета обратный рейс из моската в москву в 15 10 тоже достаточно удобно вылетает он не утренний и прилет 20 35 в шереметьево время воскресенье немного отличается незначительно и самое главное с 26 декабря у нас уже будет четыре еженедельных рейса в москву время в полет время полета до моската 6 часов что себя представляет борт a330 300 посмотрите пожалуйста на схему изначально борт планировался вообще в трех классовой компоновки то есть это первый бизнес эконом класс но на самом деле при пристальном рассмотрении мы решили что нет больших отличий между первым и бизнес классом поэтому этот борт будет продаваться именно в двух классовой компоновки бизнес класс 26 мест и эконом класс 204 кресла что себя представляет бизнес класс всегда вызывает наверное наибольшее количество вопросов это именно бизнес класс компоновка кресел в а330 300 у нас 1 2 1 значит что каждый гость будет иметь индивидуальный доступ в проход конечно же есть индивидуальный монитор системы бортовых развлечений шаг кресел 208 сантиметров и ширина кресла 56 сантиметров самое главное что вам нужно запомнить что кресло нас раскладывается в полноценную кровать а это очень важно для ночного перелета в особенности то есть это полноценные 180 градусов как вы видите на фото кресло будет выдвигаться вперед горячее питание выбор из нескольких блюд конечно же предоставляется в бизнес классе помимо этого запуски салаты выбор сыров и фруктов естественно чай кофе и несмотря на то что аман страна мусульманская конечно же мы на рейсах подаем алкоголь и в бизнес-классе это будет расширенный ассортимент также безалкогольные напитки подушки и одеяла обязательно в бизнес-классе будут присутствовать свежие прессы журналы багаж у нас бизнес-классе 50 килограмм и ручная кладь два места по 7 килограмм сейчас вы видите на фото какая великолепная до сервировка подачи еды в бизнес-классе и вообще очень важно до важные детали мы это все прекрасно понимаем поэтому настаивали чтобы именно на московском рейсе стоял широкофюзеляжный борт с полноценным бизнес-классом чтобы ваше путешествие начиналось уже с борта самолета так что же эконом-класс нам предложит эконом-класс компоновка у нас 242 шаг кресел обратите внимание 86 сантиметров это очень большое расстояние и даже для высоких пассажиров будет удобно то есть ноги не будут упираться в соседа так сказать индивидуальный монитор систем бордовых развлечений встроен впереди стоящее кресло usb порты также есть чтобы была возможность подзарядить ваши гаджеты в эконом-классе также у нас предлагается дорожный набор туда входит зубная щетка паста носки масочка для сна горячее питание для пассажиров эконом класса обязательно на всех рейсах предоставляется много вопросов мы получили сейчас перед запуском рейса не убрали ли вы питание будут ли нас кормить кормить будут спешу вас успокоить горячее питание есть выбор по меню и закуски также конечно будут предложены алкогольные безалкогольные напитки ну ассортимент чуть меньше чем в бизнес классе также есть возможность заказа специального питания за 48 часов до вылета пожалуйста детская безглютеновая вегетарианская все это можно заказать и также появились у нас новинки это например можно заказать для какого-то специального события дня рождения годовщины торт тоже все делается за 48 часов до вылета во время просите багаж тоже надо отметить 30 килограмм точно такая щедрая норма по нынешним временам в эконом классе и ручная кладь 7 килограмм на следующем слайде вы видите фото салона экономического класса так он выглядит и конечно же мы не забываем про наших маленьких пассажиров для них специальные наборы с какими-то игрушками раскрасочками чтобы они не скучали тоже во время полета что касается актуальных требований для въезда вам а здесь с радостью хочу напомнить что все ковидные ограничения в омане сняты в том числе уже не требуется обязательно ношение масок на борту наших самолетов для въезда то есть не нужны ни пациент тесты не сертификаты о вакцинации все это слава богу мы забываем для пребывания в омане до 14 дней российским гражданам не требуется виза это очень важно до пандемии мы делали электронные визы сейчас этого не требуется то есть для пересечения границы необходимо будет только загранпаспорт действительно не менее 6 месяцев обратите внимание с даты въезда для транзитных перелетов ничего не нужно часто возникает такой вопрос тоже свободно на наших рейсах вы можете без всяких сертификатов и пциров долететь и конечно же все это вместе с лояльными правилами въезда и прямым рейсом который наконец-то у нас есть до амана делают это направление в зимнем сезоне совершенно прекрасной альтернативой другим арабским странам да то есть вы можете предложить своим клиентам вот такое новое возможно для кого-то направление и хотелось бы сказать конечно же чуть подробнее остановиться на амане что из себя вообще представляет эта страна что она может предложить путешественникам путешественникам в том числе искушенным путешественникам а предложить действительно есть что аман это одна из старейших цивилизаций на аравийском полуострове это уникальная совершенно страна которая сумела сохранить свою аутентичность свое историческое наследие при этом достигнуть ну такого уровня жизни да сделать жизнь аманцев действительно сделать аман процветающей страной сочетать это все вместе это действительно уникально что можно посмотреть в маскате в столице амана это конечно же красивейшая мечеть султана кабуса это королевский дворец это потрясающе королевская опера конечно же нельзя забывать и о пляжном отдыхе здесь будут прекрасные пляжи и много отелей расположены именно на первой линии аман омывается аманским заливом который кстати вода температура воды в нем на несколько градусов выше чем в персидском заливе если кто не знал ну и вообще береговая линия это 1700 километров прекрасных пляжей представьте какие возможности есть для пляжного отдыха но аман это не только маскат хотела вам рассказать про еще один совершенно потрясающий курорт это салала которым конечно гордятся аманцы посмотрите пожалуйста на фото это потрясающий совершенно бирюзовый цвет воды и белоснежные пляжи не зря салалу называют арабскими мальдивами это действительно так и если обратить внимание на фото справа покрыты зеленью до горы это возможно благодаря уникальному климату салала который отличается от маската это уже регион южный расположен в провинции дафар и здесь летом как раз таки идут дожди в отличие от знойного маската и сами аманцы любят приезжать сюда спасаться от жары не только аманцы кстати от жители даже соседних арабских стран тоже любят посещать салалом то о чем я говорила да сохранение уникальной природы помимо того что конечно вам они есть пустыня на есть во многих арабских странах здесь есть горы каньоны пещеры уникальное явление ваде русла пересохших рек который периодически заполняется водой как вы видели да на предыдущем слайде слайде чуть вернусь водопад это конечно удивительно для арабских стран и такое совсем уникальное явление на севере амана в провинции мусандам есть фьорды даже то есть совершенно потрясающее разнообразие и надо сказать что султанат аман уделяет огромное внимание сохранению дикой природы в ее первозданном виде здесь есть много национальных парков заповедников благодаря этому сохранились многие виды животных исчезающих это зеленые черепахи орексы лисицы также можно увидеть дельфинов и не многие знают но даже китов здесь тоже можно увидеть благодаря такому природному разнообразию стал возможен активный отдых в амане а не только пляжный в первую очередь хочется отметить дайвинг может быть кто-то не знает но аман является второй стороной после египта с его красным морем по привлекательности по привлекательности для дайверов здесь совершенно потрясающий дайвинг также другие водные виды спорта этой парусный спорт и квадроциклы кайтсерфинг все это тоже есть горный велосипед есть горы естественно и горный велосипед очень популярен также скалолазание посещение пещер если вы там не такой продвинутый спортсмен да то можно просто заняться трекингом есть маршруты разных 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 видов сложности в пустыне это традиционные сафари на джипах катание на верблюдах и есть такая экзотика как ночевка в пустыне в палатках под открытым небом наблюдение за звездами ну то есть в общем скучать не придется никому первое что видит путешественник попадаем в аман это конечно же международный аэропорт маската аэропорт был реновирован в 2018 году очень удобен как для транзитных перелетов так просто для конечного перелета в аман не такой огромный как бай например но при этом очень комфортный для пребывания в международном аэропорту маскат есть специально выделенная зона для регистрации пассажиров первые бизнес-класса делаю акцент это не выделенные стойки а выделенная зона то есть пассажиры не с не смешиваются с эконом-класса здесь не будет ощущения толпы конечно же есть лаунжи бесплатные они будут для пассажиров первого и бизнес-класса вот так они замечательно выглядят видите сейчас на своих экранах также есть лаунж по прилету тоже такая замечательная возможность особенно бывает актуально для бизнес путешественников есть возможность освежиться принять душ проверить почту да что-то перекусить и затем уже поехать в город и райва лаунж есть у нас по прилетам отель в аэропорту маската тоже есть расположен в зоне вылетов на пятом уровне его можно забронировать на сайте либо уже непосредственно на месте в аэропорту услуга prime класс который предоставляет аэропорт маската это услуга фасттрека фасттрек можно приобрести отдельно за 25 долларов и также расширенные версии этой услуги это райву сервис и дипач сервис то есть услуга встречи и проводов там же не только прохождение формальности паспортного контроля и контроля безопасности но еще и вас будут встречать и водить за ручку на всех этапах это уже будет стоить 115 долларов также для пассажиров эконом-класса есть возможность приобрести доступ в лаунж если это требуется пожалуйста на три часа это стоит 55 долларов все эти услуги можно приобрести заранее сейчас это удобнее всего сделать через dmc компании потому что на данный момент на сайтах возможность есть оплатить только картами иностранных банков учитывайте пожалуйста также хотел бы сказать несколько слов об амане мы с вами поговорили да какие еще у нас есть направления из москвы что нам интересно во первых это конечно салала прекрасный курорт арабские мальдивы которые мы упомянули у нас четыре ежедневных рейса из москатов салалу билет можно оформить из москвы до салала сразу единым билетом пожалуйста также таиланд в первую очередь конечно рейс в банкок то есть обратите внимание из москвы у нас стыковки не более трех трех с половиной часов по ключевым направлениям это очень важно это очень удобно стыковки действительно оптимальные и для того чтобы успеть на следующий рейс и не не ожидать долго при этом банкок то стыкуется из москвы по всем дням которые мы вылетаем до понедельник среда пятница воскресенье также у нас 15 ноября выполняется новый рейс из моската на пхукет вот только недавно вели этот рейс его не было также есть удобные стыковки из москвы у нас уже по всем дням кроме среды пожалуйста этот рейс вы тоже можете от москвы приобрести далее москва коломбо москва у нас тоже удобные стыковки по всем дням кроме воскресенья вы можете добраться с нами до коломбо далее по юго-восточной азии это конечно же куала лумпур все дни стыкуются из москвы стыковка до трех часов и кстати популярна бывает у нас связка куала лумпур и далее дэн пасар потому что своего рейса в дэн пасар у нас нет но многие выбирают этот удобный путь там совершенно короткая стыковка в смысле лететь от куала лумпура до дэн пасара недолго то есть это удобный такой вариант перелета манила тоже значит по всем дням у нас из москвы стыкуется совершенно прекрасно и да и из манилы конечно же мы все знаем что в основном летят не в манилу а на острова филиппинские тоже можно с другими перевозчиками приобрести вот такой рейс занзибар как я уже говорила исторически связан с аманом поэтому конечно же у нас есть рейс стыкуются у нас по всем дням с москвой кроме воскресенья это основные направления ключевые которые вам нужно запомнить что еще хотелось бы сказать по поводу нашей программы лояльности синбад она называется да такое поэтическое название вспоминаем сразу синбада морехода три уровня есть программе blue silver и gold это обычная вы все знаете да накопительная программа позволяет копить мили использовать их впоследствии для покупки перелетов апгрейд до бизнес класса у этих пассажиров есть приоритет на стойке регистрации выдачи багажа есть различные бонусы скидки на дьюти-фри на порту и так далее и так далее то есть пока это собственная программа лояльности но я уже упомянула да что в двадцать четвертом году мы будем поступать в ангол тогда уже этим эту программу да можно будет обменивать на мили уже других авиакомпаний ну что ж наши контакты московского офиса сейчас вы видите на слайде можете заскоренить себе мои контакты как коммерческого представителя и телефон мобильный телефон нашего офиса да у нас есть англоязычная алиния в колл-центре в маскате но есть и русскоязычные линии пожалуйста можете обращаться для работы с агентствами выделен отдельный email и также для групповых запросов тоже у нас есть email сайт авиакомпании на русском языке хочу только сделать ремарку что сейчас у нас на сайте принимаются карты только иностранных банков пока мы ищем решение что с этим можно поделать да ну пока на данный момент так и наш новостной телеграм-канал вы тоже сейчас вы видите на экранах можно заскринить и подписаться на нас мы будем стараться до оперативно какие-то самые главные новости компании туда выкладывать я благодарю вас за внимание сейчас буду искать ваши вопросы пожалуйста если они возникли пишите так так по правилам въезда не граждане латвии имеет право без визы въезд в оман что значит не граждане граждане да имелось ввиду наверное латвии имеет право без визы въезд в оман если нужна туристическая виза можно ли ее получить консульстве омана в россии так смотрите по гражданам латвии я сейчас сходу так не подскажу помимо россиян там еще много стран имеет возможность вот этого без визы объезда это просто нужно проверить пожалуйста напишите мне ваш вопрос сейчас верну слайд с контактами на электронную почту тогда мы сможем вам более точно ответить по гражданам латвии по гражданам россии мы вам сказали точно ничего не нужно вот но если виза необходимо ее можно сделать в электронном виде то есть никуда есть приезжать не нужно такой правовой статус но ведь я здесь не совсем могу компетентно вас проконсультировать по гражданам и не гражданам латвии поэтому напишите мы по крайней мере сможем сообщить входят ли граждане латвии вот в это безвизовое такое послабление до 14 дней спасибо какие то вопросы по авиакомпании по аману есть еще больше не вижу пока вопросов тогда наверно будем завершать контакты я думаю вы сохранили если вопросы появятся тогда обязательно пишите нам будем рады помочь спасибо что вы присоединились к нам сегодня отложили свои дела всего вам доброго хорошего дня я тогда завершаю нашу презентацию была очень рада вас видеть в онлайне